Только что закончились уроки у девятиклассников. Среди них Лилия Аганесян и Екатерина Степанькова. Они давние подруги и вместе считают, что правоведение необходимо изучать в обязательном порядке, начиная с первого класса. Для этого требуется внести изменения в закон об образовании. Логика простая. Если в Конституции написано, что государство является правовым, то не только права, но и обязанности должны понимать все без исключения. Мы пересмотрели статистику за 2013-2014-2015 годы. Мы поняли, что очень большой рост правонарушений, именно совершенных несовершеннолетними, это школьники. И поэтому, чтобы дети не совершали эти правонарушения, им нужно знать свои права, свои обязанности. То есть пребывать их с юных лет, школьные уроки. Идея к ученицам пришла два года назад. Они учатся в специализированном классе с упором на социально-правовые дисциплины и экономику. Во внеклассное время ребята агитируют сверстников, часто в игровой форме. Опираясь на собственный опыт, они предложили методику. Круглые столы, обсуждения, кружок юный правовед, для самых маленьких азбука права. Мальчик у нас из бригады, он как будто бы ушел на физкультуру, на урок. А девочка делала домашнее задание, и ей потребовался ластик. И она без разрешения залезла к нему в портфель. И вот показывалось, что право нарушалось, то есть неприкосновение с частной собственностью. Это работает, потому что дети, когда они игроки пассивные, это совершенно неэффективно. Вот та же бумажка, бросил бумажку и пошел. А вот когда он уже на уроках, проиграли с ним, проговорили, проучили, что это штраф будет, что это нельзя мусорить и так далее. Это всегда эффективно, начиная вот с этих самых чистых подъездов. Галина Высоких – классный руководитель. Помимо прочего, отмечает настойчивость своих учениц. Уже два года девушки продвигают свою идею. Сначала на школьном, затем на муниципальном и краевом уровне. В этом году работа под названием «Проблема правового воспитания школьников» заняла второе место на 11-м всероссийском конкурсе «Моя законодательная инициатива», который проходил в Москве в здании Государственной Думы. Подруги и единомышленницы говорят, что не намерены останавливаться на достигнутом и в будущем году вновь предпримут попытку занять первое место. Они надеются, что инициатива превратится в реальный законопроект.